Звездное небо открылось перед зрителями. На сцене танцевали маленькие звездочки. С такой красоты начался концерт здесь зажигаются звезды в ДК Ельдигинский. Идея такая, что каждый, кто сегодня выходил на сцену, он и есть звезда. И те маленькие детки, которые только делают свои первые шаги, они маленькие звездочки. И каждый зритель, у него в сердце зажглась звезда, потому что все те, кто соприкасается с творчеством, не может быть такого, чтобы не загорелось в сердце вот эта звездочка от творчества. Ельдигинскому Дому культуры исполнилось 35 лет. Это еще совсем молодое учреждение. Однако история становления культурной жизни в селе Ельдигина началась намного раньше. Но именно в этом здании ДК находится с 1987-го. Поздравить Ельдигинский с юбилеем приехали его друзья, коллеги и почетные гости. Заместитель главы округа Елена Панькив пожелала Дому культуры творческого процветания, чтобы зрительный зал никогда не пустовал, и здесь всегда звучали громкие аплодисменты зрителей. Также она вручила сотрудникам ДК за их многолетний труд и весомый вклад в развитие учреждения, почетные грамоты главы округа. И первым на сцене ДК выступил народный коллектив – хор русской песни «Зорька Алая». Ему, как и Дому культуры, 35 лет. Это старейший коллектив учреждения. Хор исполнил песню «Ты, цвете Россия». Поздравила ДК с юбилеем и Людмила Валецкая. Она долгие годы была главой поселения. Людмила Валецкая рассказала кратко историю Дома культуры, как его в конце 80-х построил совхозь Зеленоградский, о периоде, когда пришлось на втором этаже сделать амбулаторию. В ДК праздновали 500-летие села Ильдигина и многие другие важные даты. Родному учреждению культуры Людмила Валецкая подарила четыре картины. На них изображены все времена года. А это уже подарки от племенного хозяйства Зеленоградское. Для его директора Юрия Валецкого Дом культуры тоже родное любимое место. Еще одним подарком от предприятия стали 15 пар палок для скандинавской ходьбы. Они пригодятся на занятиях участникам активного долголетия. Клуб работает на базе ДК. Юлия Федина и Андрей Иванов исполнили песню «Матушка Земля, белая березонька». Такой же восторг и поддержку аплодисментами вызвало и выступление солистки ансамбля народной песни «Родничок» Алисы Захаровой с песней «Гармонь моя». После объединения округа Пушкинский все ДК поселений стали филиалами Центрального дома культуры «Строитель», стали одной большой семьей. И поздравить Ельдигинский приехали заведующие нескольких ДК. Каждый из них сказал теплые слова в адрес имени Ника. Мы всей душой присоединяемся к тем поздравлениям, которые сегодня звучали с этой сцены в адрес коллектива Дома культуры Ельдигина. Вы знаете, друзья, вот мне кажется, как только стоит войти вот в двери Ельдигинского дома культуры, и ты моментально окунаешься в атмосферу праздника и вдохновения. Зритель, я уверена, с удовольствием приходит в этот зал и благодарит за подаренный праздник. На концерте выступали все коллективы Ельдигинского. Номера были яркими и оригинальными, артистов встречали и провожали бурными аплодисментами. Кроме того, презентовала себя и школа современного брейкинга и ударного искусства «Триада». Это новое направление, которое только начали развивать в Доме культуры. Учреждения уделяют особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, поэтому на концерте еще были показательные выступления военно-патриотического клуба. В конце праздника все коллективы вышли на сцену и вместе исполнили финальную песню, а зрители их дружно поддержали. «Наш Дом культуры открыл для всех!» Благодарим каждому, кто будет сегодня с нами. С начала этого года Дом культуры успел организовать уже 266 мероприятий. Здесь работают на сегодняшний день 15 клубных формирований. И впереди у Ельдигинского еще больше интересных мероприятий и творческих побед. Мы тоже поздравляем ТК с юбилеем! Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.